Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости, подписчики моего канала и просто хорошие люди. Я рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы поговорим о мускусной утке. О том, что нужно сделать, как кормить ее, в каких условиях содержать, чтобы она раньше занеслась, если вам это нужно срочно. У меня индоутки начали нестись 9 декабря. У меня из двух уточек несется одна уточка. Эта уточка уже постоянно топчет селезень. Она сейчас нанесла 5 яиц. Она один день не неслась, пропустила. Сейчас уже 3 дня подряд опять несется. Я им тут поставил еще одно гвездо, на случай, если занесется и другая. Теперь рассмотрим условия содержания моих мускусных уток и причины, почему они занеслись. Если вы хотите, чтобы ваши индоутки раньше занеслись и сели на яйца зимой, то можете присмотреться к моим подсказкам. Если вы не хотите, чтобы ваши индоутки неслись зимой, только неслись весной, то ничего делать не надо. Весной они сами занесутся. Но если же вам нужны яйца, либо для инкубатора, то я вам сейчас подскажу, что сделать. Первое, что им нужно, это теплое помещение. Теплое и сухое помещение. В данном случае у меня обычная поликарбонатная теплица. Здесь я через каждые 2-3 дня подстилаю подстилку с сухой сеном. Здесь достаточно сухо и у меня конденсат не очень большой. Также второе, это освещение. Освещение это одна из самых главных причин, почему утка не несется. Чтобы утка неслась, ей необходимо не меньше 15 часов светового дня. Для этого я использую обычную лампочку. Вот у меня обычная лампочка. Я ее включаю, когда начинает темнеть и выключаю 10-11 часов. Утром я ее также включаю в 6-30 и потом выключаю, когда становится светло. Когда световой день большой, то утки активные и у них начинают появляться, ну как сказать, клетки яиц в организме. Третье, это рацион кормления. У меня рацион кормления достаточно хороший. Также я им даю добавки и пророщенное зерно. У меня рацион кормления такой. Я им даю вот такую вот зерносмесь. Здесь у меня смесь. Здесь у меня ячмень, пшеница. Также я туда добавляю комбикорма ПК-6. И еще я туда добавляю специальную добавку, не сушка. Специальными витаминами. Также я им даю овощи. Из овощей даю картошку иногда даю. Чаще всего даю капусту и морковку. Они ее едят с удовольствием. Цыплята у меня тоже. Также я им каждый день даю пророщенное зерно. Зерно я проращиваю вот на таких вот крышках. Один день замачиваю в воде. Через два-три... Ой, на следующий день. Выстилаю на кружку. Закрываю сверху материалом. Можно пеленкой. Ну, чем угодно. И через два-три дня там начинают уже зеленеть. И зелень с ростом сантиметра или два сантиметра я даю уточкам. Они ее с удовольствием едят. И там очень много витаминов. Также, чтобы у них сформировалась скорлупа яйца, им нужен кальций. Сначала я им давала речной песок. Но они речной песок не очень любят. Поэтому я купил специальные ракушки для несушек. Эта ракушка обычная кормовая морская. Для домашней птицы и декоративной птицы. Когда впервые я ее им добавил, они ее ели целыми ртами. Как будто их не кормили. Вот у меня в тарелке у них был ракушка. Они ее съели, я ее сейчас добавлю. Добавляем по мере их съедания. Я думаю, сколько хватит. Также тут стоит песок речной. Также у них тут постоянно стоит вода. Всем спасибо за просмотр. Если кому-то понравилось, ставьте лайки. Также я забыл сказать, что у меня еще тут стоят специальные электрические приборы, нагревательные тены. И температура у меня в теплице не опускается плюс 5 градусов. Обычно стоит температура плюс 10, так как у меня тут тепло. Есть нагревательные тены. На этом свое видео. Мое видео подходит к концу. Всем пока. Всех до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok